Рафан говорит о партнёрстве, что Творец создал желание получать. Творение, по сути дела, даёт намерение ради отдачи. Но и здесь намерение ради отдачи не самого Творения приходит, а Творец его приводит. Конечно. Откуда Творение может это взять? Так в конце работы. В конце нет никого, кроме него. Почему же это называется партнёрством? Ну, я бы сказал так. Творение, которое видит, насколько оно находится в противоположном состоянии, в противоположном истине, он требует истины. И здесь всё зависит от того, насколько он может убедить Творца, что он нуждается в нём. и, по сути, ему необходимо партнёрство. То есть партнёрство — это то, что Творение просит, чтобы Творец сделал за него работу. Да, в конечном итоге, конечно. Творение должно быть только с Хиссароном, должно находиться в просьбе. Так же, где остаётся что-то его? Ведь партнёры делятся и выигрышем. Это когда человек держится правильного направления в выяснении. То есть он удерживает требования к партнёрству, даже когда получает вознаграждение и не оставляет это? Да. Так остаётся вопрос, где здесь нет никого, кроме него? Если человек относит к себе какую-то часть работы и говорит, я партнёр твой, как он может в то же время сказать, нет никого, кроме него? Ну, потому что это то, что он раскрывает. Он раскрывает то, что только с помощью Творца. После того, как он добивается успеха соединительной, он раскрывает, что только так. Творец, по сути, управляет всем, дирижирует. Но если он относится к себе, что я соединил Келим, он как бы вышел из этого, потому что здесь есть я, который что-то сделал. Я — это только тот, кто раскрывает Хиссарона, потребности. Это его часть партнёрств. Да. Конечно. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok